МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Проверили ход работы объекта Капстроя. Депутаты посетили на заседании выездного комитета. Новые лица саровской драмы. Четверо актеров пополнили труппу театра. Доброволец Сарова фестиваль волонтерских объединений прошел в молодежном центре. Золотая жила, избитый трех со звонками родных, якобы пострадавших в ДТП, продолжает приносить мошенникам баснословные доходы. Подробности далее. На 98% готово. Так оценил стадию капитального ремонта Центра образования на улице Куйбышева Леонид Бородулин. По его словам, на этапе завершения благоустройства прилегающей территории второй и третий этажи. Специалисты сделали лестничные пролеты, завезли оборудование в классы. Предварительно нам было заявлено, что две недели и все будет завершено. Сегодня две недели прошло. Мне говорят, что еще вот недели две. Но я понимаю так, что все-таки Новый год сегодня будет завершено. Завершается последняя работа в спортзале. Второй и третий этаж полностью готовы. Есть отдельные недостатки, но которые устранены в течение двух недельных проблем. Депутаты городской думы приехали лично проверить ход работ на объекте. К заявлению о сдаче Центра образования к концу года они отнеслись скептически. Заместитель главы администрации отметил, что традиционно основной проблемой становится нехватка специалистов. При этом особых замечаний к работе подрядчика нет. Строители сдали большую часть кабинетов, санузлы, установили в здании видеокамеры. На завершающей стадии работают в спортивном зале. До конца года, в принципе, здесь реально завершить все. Вот у них остался один коридор, они его сегодня-завтра шпаклюют. И под покраску все, потолок, потолочная система. По срокам все возможно. Самым проблемным объектом в городе остается школа на улице Зорге. Помимо трудностей с оформлением въезда для рабочих, строительство затягивается из-за проблем с документацией и ошибок, которые допустил бывший подрядчик. Мы без документов не можем ничего делать. За старым подрядчиком, к сожалению, так получилось, что нет этой документации. И мы заново, не в рамках даже нашего договора, который у нас подразумевает корректировку проектно-смертной документации, мы это все делаем. Потому что у нас одна золотая задача – доделать и сдать. Леонид Бородулин подчеркнул, что из-за недочетов предыдущего подрядчика некоторые этапы, вроде укладки плитки в столовой, пришлось выполнять заново. Напомним, с 2019 года объектом занималась ООО «ТСК». Сейчас строительство ведет ООО «Аван». Школа рассчитана на 600 учеников. По проекту в ней будет один большой спортивный зал и два малых, которые уже готовы. В актовом зале специалисты приступают к приему оборудования и монтажу операторской. Во множестве аудиторий уже размещается учебное оборудование. Подрядная организация, которая занимается поставкой учебного оборудования, сейчас приступает к ее монтажу. То есть это очень хорошо. Аудитория и рекреация, вы видите, в каком состоянии, они близки к завершению. Спортзалы практически готовы, там можно монтировать оборудование. То есть остановка остается вопрос в чистовой отделке завершения ее. Именно эта работа сейчас ведется. Постановка всех элементов, это дверные конструкции. Нужно, как говорится, потерпеть, постараться и доделать эту школу. Несмотря на то, что за последний год на объекте стали видны изменения, вопрос о том, когда дети смогут учиться в своей школе, до сих пор остается открытым. По словам подрядчика, срок сдачи объекта – конец декабря. Но чтобы привести здание в полную готовность, потребуется еще пара месяцев. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Вероника Фиеста в «Акселераторе. Путь к успеху» принимает участие не первый год. В прошлом году девушка с анимационным проектом вошла в пятерку лучших бизнесменов и взяла грант-конкурса. В этом году она представляет проект «Просто пой так, будто тебя никто не слышит», направленный на подростков. Вообще хочется создать такое пространство, где бы дети могли реализовать свои музыкальные способности без оценок. То есть многие ходят в вокальные школы, студии и в основном выступают на сцене, перед жюри, перед комиссией. Вот хочется создать такое пространство, где бы дети могли бы раскрепоститься, попробовать себя в качестве звезды с настоящим микрофоном. Максим Рыбальченко на путь к успеху пришел с проектом «Сыровар. Первое в Сарове. Сыроварня крафтовых сыров». И вошел в шестерку лучших. Идея проекта у него зародилась давно. И, как признается Максим, грант ему поможет в реализации его новых идей. В Сарове очень большой спрос на сыры. Люди тянутся к этому, им это интересно. Они хотят пробовать что-то новое, но уже в локальном производстве. У меня есть потребность в наращивании мощностей, так как спрос гораздо больше, чем предложение и мощности, которые есть у меня на данный момент. В этом году в обучающем акселераторе приняли участие более 40 предпринимателей. До защиты дошли 23 проекта. Победили 6. Оценивали конкурсантов, представители администрации, думы, предпринимательского сообщества города, Центра инновационной и социальной сферы Нижегородской области. На мой взгляд, все проекты достойные. Конечно, есть более сильные проекты. Есть такие проекты, которые хотелось бы еще немножечко доработать. Но действительно, каждый проект достоин победы. И по традиции Центр поддержки предпринимательства болеет за каждого. Победитель проекта в декабре отправится в Нижний Новгород на торжественное награждение. Там им вручат гранты в размере 150 тысяч рублей. Светлана Архангельская пришла в неврологию с педиатрией. Работы участковым она заметила, как много у детей различных неврологических нарушений. У малышей чаще всего встречаются перинатальные поражения, повышенный тонус, нарушение сна. У пациентов постарше чаще бывают эмоциональные перегрузки, тревожность из-за сады или школы, плаксивость. Школьники приходят с головными болями и жалобами на нагрузки, с которыми тяжело справляться. Тики, заикания, все зависит от эмоционального настроя ребенка. Заикания где-то с трех лет, когда начинается активное речевое развитие. Ну а тики уже более старше, пять-шесть лет, и школьники идут. Реже неврологу приходится иметь дело с тяжелыми заболеваниями, рассеянным склерозом, различными опухолями и другими. Также к Светлане Вадимовне приходят из ДЦП. В среднем в год такой диагноз ставят двум-трем детям. Встречаются в ее практике и случаи, которыми должен заниматься психиатр. Но зачастую родители боятся к нему обращаться. Считают, что это клеймо на всю жизнь, хотя это совершенно не так. Так, аутизм – это заболевание чисто психиатрическое. Нарушение поведения, по идее, это тоже надо идти к психиатру, чтобы психиатр помогал. Депрессивные состояния бывают. Это уже в более старшем возрасте у подростков. Чтобы не загнать депрессию глубоко, чтобы не появились мысли о суицидах, это, конечно, должны быть консультации психиатра обязательно. Расстройств аутистического спектра с каждым годом становится все больше. При этом количество пациентов с неврологическими нарушениями держится примерно на одном уровне. И несмотря на это, работы неврологу хватает. Кому-то из детей достаточно однократно пройти курс лечения, чтобы избавиться от тиков или заикания. А кому-то необходимо посещать невролога 3-4 раза в год. Особенно загружены осень и весна. В это время происходят рецидивы. Если есть проблемы с речью, чаще всего идут потом проблемы и с чтением, и с письмом. А это как раз дисграфия и дислексия. Но здесь не только наша медикаментозная помощь нужна. Здесь нужна помощь психологов, здесь нужна помощь педагогов. И в первую очередь нужна помощь родителей. Потому что родители, в первую очередь, должны заниматься с ребенком, помогать ему. И если родители будут шуметь, кричать на него, они ничем не исправят это все. Поведение родителей накладывает сильный отпечаток на развитие ребенка. Здоровый образ жизни во время беременности, спокойная и благожелательная атмосфера, отсутствие гиперопеки. Эти факторы могут снизить вероятность возникновения неврологических нарушений у ребенка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поздравляю всех волонтеров с Международным Днем Добровольца. Спрашивают, что такое доброволец. У меня ассоциации возникают, знаете, вот есть, что такое человек, да, хомо сапиенс, человек разумный. Что такое доброволец? Это человек неравнодушный. Это человек, который мало того, что небезразличный ему то, что происходит вокруг него, так он еще готов помочь, готов делиться своим добром, готов делиться своим теплом, светом. Сначала прошла презентация городского ресурсного центра добровольчества и платформы Добро.ру. Потом волонтеры смогли познакомиться, обменяться опытом и идеями. Каждое молодежное объединение презентовало результаты своей деятельности и рассказало о самых успешных проектах. Помощь животным, экологические акции, поддержка участников СВО. Например, волонтеры Совета первых лицея номер три взяли шефство над воспитанниками детского сада. Ходили в садик номер шесть в Мишеньке. Мы устраивали детишкам группу яселек зимнее представление. Оно было связано с приходом зимы. Мне нравится помогать людям. Мне это приносит радость. И мне сразу так тепло на душе становится. Я пришла на этот проект, чтобы узнать что-то новое, научиться чему-то, узнать, как можно еще больше помогать другим людям. На фестивале наградили победителей городского конкурса «Доброволец Сарова» в возрастной категории 14-17 лет. Сразу после волонтерского мероприятия прошла муниципальная конференция «Движение первых». Соберутся делегаты первичных отделений. Здесь будет подведен итог работы муниципального отделения за 2023 год. И утверждены делегаты на региональную конференцию «Движение первых», которая состоится в Нижнем Новгороде 14 декабря. Лидеров конкурса «Доброволец Сарова» в возрастной категории от 18 лет наградят в Доме молодежи на форуме добровольцев. Дмитрий Зонов из Севастополя и Анфиса Карманова из Екатеринбурга познакомились в Питерском театре «Путь», спектакли которого проходили на теплоходе. Позже пара начала поиск работы в небольшом городе. Для артистов было важно найти уютный зеленый уголок, чтобы при этом была возможность для развития и свободы творчества. Мы заходили на сайты, смотрели, как он выглядит, какой репертуар, как выглядит сцена, декорации, какие режиссеры. И мы увидели, что очень обширный репертуар у театра, очень много хороших и классических, и неклассических произведений, и что очень много приглашенных режиссеров. И для нас это было важно, потому что нам интересно работать с разными людьми. Совсем скоро ребята сыграют мышей в щелкунчике. Анфиса также исполнит роль Герды в спектакле «Снежная королева». Роль Кая получил еще один новый актер Саровской труппы – Даниил Комаров. Молодой человек приехал из Нижнего Новгорода. Закончив театральное училище, он отправился на службу в армию. По возвращении решил продолжить творческий путь в нашем театре. Едва он приехал в город, как тут же отправился на гастроли в рамках творческой лаборатории в Омск. Было непонятно. Я уже просто за эту неделю весь спектр эмоций. То есть, когда я учился в театральном училище, этот спектр эмоций разделился на четыре курса. Тут это все произошло за неделю. Быстрая работа сразу с ребятами. Не было момента, что вот здравствуйте, притираться. Сразу просто в работу и без лишних разговоров. Дмитрий Шестаков тоже родом из Нижнего Новгорода. За плечами артиста опыт работы в Мурманске и Москве. В связи с началом СВО Дмитрий был вынужден вернуться в родной город для сверки данных. И волей судьбы остался. По словам актера, его всегда тянуло в маленькие города с их особой атмосферой, в которых возможностей порой намного больше, чем в столице. Поэтому, увидев вакансию в Сарове, он решился на еще один переезд. И тоже сразу отправился с нашей труппой в Омск. В любой другой город нашей страны можно приехать, можно устроиться на работу или не устроиться. А сюда ты вот, я подумал, либо попаду сейчас, либо, может, никогда больше. Я посмотрел 9 разных театров в Омске. Там были приезжие из разных городов. И что меня порадовало, и что я не ошибся в выборе, потому что, честно скажу, мне кажется, Саровский драматический театр сильнее, чем и лучше, и интереснее, чем, ну, не в обиду будет сказано всем, тем то, что я видел там. И подумал, как здорово, как здорово. Интересно же, что будет дальше. То есть сейчас такое предвкушение некоторое. Саровские зрители смогут увидеть новых артистов в сказке «Снежная королева» уже с 30 декабря. А также в новогодние праздники театр покажет зрителям щелкунчика. Возрастное ограничение 6+. «Дари радость на Рождество». Так в этом году назвали традиционную благотворительную рождественскую акцию волонтерского объединения «Радость моя». Подарки и адресную помощь получат не только дети с ограниченными возможностями, но и одинокие пожилые люди и военнослужащие. Для организации праздника волонтеры собирают пожертвования в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Весь декабрь, по пятницам и субботам. У них на плакатах есть QR-код, по которому можно безналичным способом сделать пожертвования на расчетный счет по разным направлениям. Либо помощь детям, это слово «Рождество», либо помощь военным, нашим воинам, либо помощь на продукты одиноким пожилым людям, это слова «Десница помощи». В рамках проекта «Десница помощи» одинокие или малоимущие пенсионеры раз в месяц получают продуктовый набор на 4 тысячи рублей. Сейчас у волонтеров три подопечных. Список нуждающихся будут расширять. Детей с ОВЗ поздравляют на общем празднике или на дому Дед Мороз, Снегурочка и сказочные звери. Они дарят подарок, проводят игры, мастер-классы, показывают вертепное представление. Сейчас в списке таких семей порядка 160. Я хочу обратиться к тем семьям, которые про нас еще не слышали, не знают, но они хотят, чтобы к ним пришел бесплатно Дед Мороз с группой веселых друзей-зверей, то, пожалуйста, звоните. В поздравительную бригаду входит Дед Мороз, Снегурочка и добрые лесные звери. Они приходят, играют с детьми, они с ними водят хороводы, откладывают загадки, стихи. Деньги, приведенные для бойцов СВО, пойдут на пошив одежды и омбудирования, на закупку необходимых вещей. Также для военнослужащих на фронте важно получить частичку тепла из дома. Поэтому сыровчанам предлагают сделать различные ручные изделия и сувениры. Письма, рисунки, маленькие вязаные игрушки, открытки. Для участия в акции «Дари радость на Рождество» приглашают новых волонтеров. Они могут сразу же включиться в работу, они могут включиться как автоволонтеры. Вот сейчас, например, сбор средств идет, ящики, куда денежку люди жертвуют, их нужно привезти в торговый центр, увезти оттуда. Это несложная работа, автоволонтер, но ответственная очень. И в бригады тоже, если у кого-то есть артистический талант, кто очень любит детей, хочет помочь, пожалуйста, мы приглашаем. Акцию «Дари радость на Рождество» организует Саровское благочение. Волонтерский центр «Радость моя». Творческие объединения «Мир» и «Своим» при поддержке Департамента по делам молодежи и спорта и Управления социальной защиты населения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более 40 тысяч рублей потеряла Саровчанка после того, как решила продать детские санки. Женщина разместила объявление в интернете. Спустя некоторое время нашелся покупатель, который перевел оплату. После злоумышленник выслал потерпевший на электронную почту бланк, который нужно заполнить. Он якобы подтвердит, что оплата поступила на банковскую карту продавца, так как товар нужно отправить в другой город. Местная жительница, не подразумевая обмана, заполнила представленную ей на электронную почту форму, внеся в нее реквизит своей банковской карты. После чего с принадлежащей ей банковской карты двумя транзакциями были похищены денежные средства в сумме 40 тысяч 600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Еще одна соровчанка под воздействием мошенников сама стала преступницей. В конце ноября сотрудники Росгвардии заметили женщину, которая обливала из канистры припаркованное авто у здания прокуратуры. Пыталась поджечь его. Злоумышленницу задержали. 65-летняя местная жительница сообщила полицейским, что ей на мобильный телефон позвонила женщина, представилась менеджером банка и сообщила о том, что была попытка оформления кредита на имя потерпевшей. Для того, чтобы дистанционно предотвратить несанкционированные операции, по счету собеседница рекомендовала отправить денежные средства на якобы резервный счет. Действуя по инструкциям, жительница города Саров перевела 370 тысяч рублей на номер счета, который продиктован при телефонном разговоре. После с женщиной снова связались якобы сотрудники банка, которые сообщили, что все деньги похитил правоохранитель и за ним ведется наблюдение. Мошенники убедили пенсионерку помочь задержать злоумышленника. Они поручили саровчанке поджечь автомобиль, чтобы хозяин вышел на улицу, где его бы и поймали. В итоге задержали саму женщину и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ей избраны меры по чечению. Также установлено, что автомобиль, который подошла пенсионерка, принадлежал инженеру, работающему в Национальном исследовательском институте. ГУ МВД России по Нижкородской области призывает граждан внимательнее относиться к звонкам и сообщениям, где собеседник дает какие-либо инструкции для противозаконных действий. Правоохранители напоминают, что гражданские лица не привлекаются к проведению операции по задержанию преступников. Если вам дистанционно поступают такие предложения, прервите разговор и сообщите в полицию. Вся жизнь и грант для дошкольников – это действительно так. Главным проводником во всех занятиях для детей становится воспитатель. Педагоги из Нового Воронежа решили прокачать свои навыки в рамках программы стажировки проекта «Школы Росатома». Нового Воронежа проекта с самого начала, его то есть уже 11 лет, но тем не менее в городе нет сетевых школ, сетевых детских садов. Но очень хочется. Поэтому для того, чтобы звать педагогов вперед, для того, чтобы толкать, предлагать, убеждать в том, чтобы участвовали в конкурсах, в том, чтобы продвигали эти технологии, нужно было, наверное, посмотреть изнутри. На протяжении трех дней стажеры будут изучать в теории, на практике технологические стандарты «Школы Росатома». В них педагоги делают упор на развитие самостоятельности и активности у детей. Гости познакомятся с наглядно-пространственным моделированием, с технологией время выбора, когда ребенок учится планированию и созданию каких-либо продуктов. Также саровчане представят уникальную зону «Опенспейс», куда приходят детки разных возрастов и учатся осуществлять свои замыслы. В первый день педагоги попробовали воспроизвести четыре вида игры. В нашем дошкольном учреждении игра развивается по периодизации Елены Сергеевны Кравцовой. И они сейчас вот этот момент прошли. Мы им покажем также, как эти игры и через игру идет сброс когнитивных задач непосредственно на группах. Они смогут посмотреть. Здесь они у нас в течение двух дней разработают оценочные листы по наблюдению за детьми, потому что один из главных функционалов педагога именно наблюдать за ребенком, видеть, где какие дефициты есть, чтобы потом можно было встроиться. В стажировке участвуют 13 сотрудников детских садов Нового Воронежа. Некоторые приехали целыми командами от учреждений. Здесь воспитатели, психологи и художественные руководители, чтобы каждый мог взглянуть со своей точки зрения на подходы к работе с дошколятами. Мы погрузились в технологии, которые продвигают проект Школы Росатома. Увидели, что сад живет этим. И впечатление, конечно, море. Нельзя загадывать, но очень хочется, чтобы это была не первая и не единственная командировка сюда, не первая и не единственная стажировка. Я думаю, что сюда нужно приезжать и приезжать. В предстоящие два дня стажировки педагоги из Нового Воронежа проинспектируют среду, в которой развиваются дети из сада номер 16, понаблюдают за ними в конкретном виде игры. Кураторы предполагают, что участники смогут перенести опыт в свои дошкольные учреждения и активно использовать современные образовательные технологии. В волейболе важна техничность, предельная концентрация и внимание. Всему этому юные спортсменки учатся на дополнительных тренировках и занятиях. Каждая сборная команда стремится показать наилучшие результаты на первенстве школ города по волейболу среди девушек. Перед соревнованиями прошли предварительные игры, товарищеские встречи, до которых оценивали уровень команд. В третий игровой день на поле встретились пять пар. Школе номер 17 удалось обыграть соперниц из 20-й школы со счетом 2-0. Во многом победе поспособствовала группа поддержки. С нами была сегодня группа поддержки из нашей школы. Пришло много человек, все нас поддерживали. Это тоже очень помогает на играх. В прошлые годы не получалось занять какие-то призовые места. В этом году мы с самого начала года начали тренироваться. Очень готовились к этим соревнованиям. И сейчас уже смогли одержать не одну победу. На муниципальном этапе первенства школ города по волейболу среди девушек участвовали 11 команд, которые разделились на две группы. Из каждой группы в полуфинальные и финальные встречи вышли по две команды, которые разыграли призовые места. На школьных соревнованиях мы участвуем каждый год. Каждый год приходит новое поколение из младших классов. Все это наигрывается. Команда очень слаженная. Играем довольно хорошо. Бывают какие-то спорные моменты. Мы, девушки, еще такие с характером. Нам сложно иногда договориться. Но находим компромисс. И мы не обижаемся, главное, друг на друга. В этом году на соревнованиях не было явных лидеров и аутсайдеров. По словам судьи, почти все школьные команды были на равных. По сравнению с прошлым годом уровень женского школьного волейбола стал выше. Девушки лишь немного уступают мальчишкам. Команды сильные, команды стараются, работают. Женский волейбол развивается в городе. Немножко он эмоциональнее, чем мужской. Немножко менее техничный. Но девчонки работают, стараются. Если большой рост, девочки работают над собой. На своими техническими возможностями, физическими возможностями. Победители муниципального этапа первенства школ города по волейболу среди сборных команд девушек поедут на зональные соревнования «Серебряный мяч» в конце декабря – начале января. Вслед за этим в школьных соревнованиях по волейболу сразятся мальчики. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Декады инвалидов направлены на то, чтобы привлечь внимание общества к проблемам и правам людей с инвалидностью. В декабре в Молодежном центре традиционно проходят ежегодные спортивные соревнования «Веселые старты» для детей с ОВЗ и инвалидностью. За победу в «Веселых стартах» поборолись четыре команды – чемпионы и спортсмены из Молодежного центра, «Энергия» – школа номер один и «Дельфины» – школа «Икар». Со спортивным праздником ребят поздравили представители духовенства и Департамента по делам молодежи и спорта. Ребята участвовали в «Веселых эстафетах», бегали с мечом, оттачивали меткость, собирали пирамиду. Во всех испытаниях нужно было применить ловкость, быстроту и смекалку. В этом году ввели и интеллектуальный конкурс. Командам нужно было составить как можно больше слов, связанных со здоровым образом жизни. Сегодня было очень здорово, весело. Мне очень понравилась пирамидка. Все большие и маленькие там убежали все. И надо было собрать эту пирамидку и закончить палочкой. Кто быстрее, тот выиграл. И кто еще ровнее собрал, тот и выиграл. Каждый участник смог на соревнованиях бросить себе вызов, преодолеть внутренние барьеры и страхи, стать сильнее и увереннее в своих силах. В организации спортивного праздника помогали волонтеры клуба «Инсайт». Для ребят они проводили зажигательные танцы-анимации. Все стремятся всегда к победе. И это очень важно. И я считаю, каждый из участников стал победителем. Потому что участие в соревнованиях – это прежде всего преодоление. Каких-то собственных, иногда внутренних преград. Здесь, наверное, каждый для себя стал победителем и каждый получил награду. По итогам эстафет золотую медаль получила команда спортсмены молодежного центра. Дельфины завоевали серебро, а бронза досталась команде «Энергия» из первой школы. Мне больше всего понравилось испытание с мячиком «Самоперну», но было самое легкое. И вообще понравились соревнования. Спасибо организаторам за такие крутые и классные соревнования. Мы хорошая команда, хорошие дети, хорошие люди. Мы любим спорт. Победители, призеры и участники получили дипломы и подарки. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Удаление драки «Водопад шайб». Очередная игра ХК «Саров» на выезде проверила нервы болельщиков на прочность. На своем льду их принял бессменный лидер первенства, который играет вне зачета, команда АКС «Павлова». Первый период завершился со счетом 0-4 в нашу пользу. Однако во втором соперник забросил «Сарову» сразу пять шайб. Игра держала в напряжении до последней секунды. Победа АКЕ далась нелегко. Финальный счет игры – 8-7. Ну, это хоккей, тем он и интересен, да, что сначала ты выигрываешь 2-0, 3-0, 5-0. И здесь, соответственно, надо ни в коем случае не расслабляться, что, наверное, и помешало, да, добиться положительного результата. Но нам с командой еще придется поговорить и разобраться в этом. Сегодня у нас как раз будет собрание командное, теоретическое, где мы разберем ошибки. И думаю, что исправим их. Я уверен в этом, что мы их исправим. И больше, наверное, такого не повторится. Придает силы нашим хоккеистам огромная поддержка борельщиков, которые не оставляют их и на выездных играх. Это у нас, мне кажется, самая сильная со всей области группа поддержки, которых слышно больше, чем местных болельщиков. И всегда приятно видеть их на трибунах. И всегда приятно, что они переживают, болеют за команду и гонят команды вперед. Это, конечно, неоценимая поддержка со стороны наших болельщиков. Помощь трибун нужна и юным хоккеистам. В разгар сезона лед буквально плавится от напряжения. Канал 16 поздравляет саровских хоккеистов с прошедшим днем хоккея и желает спортивного роста, точных бросков и красивых побед. Хочется пожелать саровским хоккеистам быть более целеустремленными, быть трудолюбивыми, дисциплинированными и добиваться как можно больше побед и повышать каждый день свой уровень мастерства. Редактор субтитров А.Семкин